Я жутко любила всегда русскую музыку и русскую культуру, и даже когда с детства уже я решила петь «Православное горе», чтобы больше понять кулисах русской культуры и русской музыки, потому что это же вокальная культура, не симфоническая изначально. И когда я училась у Йорма Панула, финского профессора, мне удалось быть в Хельсинге, когда Мусин Илья Александрович туда приехал своими учениками дать мастер-курс. Ему было уже 95 лет. Это был для меня великий шанс видеть, как на самом деле профессор Илья Александрович работал. И почему-то он сосредоточился на меня. Не знаю, может быть, у меня в глазах было такое интересное, что он сказал «Давайте дирижировать». А я? Я же не была на этом мастер-курсе. У меня не было в это время как ученика деньги, чтобы туда ездить, с ним работать, поэтому я была в публике. И он сказал «Давайте приезжайте сюда завтра в 9, и с вами еще будем работать». И мы работали один час, и он всегда так серьезно смотрел, думал, что, наверное, надежды нет, ничего хорошего там от этого не может выйти. И после того он сказал «Но с вами хочется работать». Муси мне писал письмо, если я примут консерваторию, что он будет меня взять в его класс. Он почему-то сразу у меня дал шанс работать с оркестром. И я за это вечно благодарна, потому что вот там я училась все то, что сейчас оркестрами действует для меня. Потому что у меня же не были его руки, такие, знаешь, как круги или такие хорошие, которые сейчас, может быть, могу использовать его мануальные технические вещи, которые он нам учил. Но в то время он у меня был такой кильотин, знаешь, такие европейские руки. Но он не стал, как сказать, как говорят, мои руки ломать. Он сразу мне дал работать с оркестрами и сказал всем, что вы посмотрите, оркестры для нее играют почему-то. Он, конечно, был великий человек, но просто огромная душа. Он видел как будто внутри себя. Мусин нам дал работать звуку. Я думаю, что нигде раньше и после я не видела и не ощущала такая как будто материальность звуки, когда он взял это, держал, куда везти. Вот это действительно удивительно. Нигде это я не видела. Я толкнул долю. А если толчок, тогда вы уже дальше не руководите ее содержанием. Это все равно, что вы стукнули шайбу, она уже полетит теперь без вас совершенно. А вот нужно, чтобы провести, нужно тогда от нее не отрываться. Этот класс был как гимнастика. Тебе дал вот это самое начало, чтобы в жизни ты, когда тебя как-то и сказала, бросили куда-то, ты мог плавать. Я думаю, что у каждого есть свое как будто тело и техника, или как твое тело действует с музыкой. И хорошие музыканты, и все музыканты сразу ощущают это. Поэтому, когда ты уже дирижируешь, все знают, где, когда ты знаешь, когда ты хочешь иметь звук, все остальные тоже это чувствуют. Музыка универсальный язык, но то, что как будто, как мы говорим, скажем, берем такой пример, когда мы говорим, но стихотворение. У каждого есть свой темп, звук, где ты ставишь свои паузы, где для тебя важные слова и даже частые слов, и что ты подчеркиваешь, что важно для тебя. Я думаю, что каждый имеет свое мнение, как что сказать с стихотворением, или что там, когда читаешь что-нибудь. Но музыка одно и то же самое. Когда ты берешь эту партитуру, какое-то что-то там уже написано, но это все три ноты. И вот тот человек, который играет, он посоветует и добавит вот эту мысль туда. Поэтому очень сложно сказать, что правильно или что нет. Чем больше живу, тем больше вижу, что нету этого правильного, неправильного. Мое тело, мой голос, моя личность это добавит на атмосферу, где мы здесь. И вот эта личность передается в музыке. Не надо стараться делать одно и то же. Потом и дело, если точно веришь на то, что делаешь, и любишь свое дело, тогда всегда получается здорово.